Посмотрите на экран. Я надеюсь, вам видно прямой экран. О, Алдаш присоединяется. Сегодня мы с вами вспомним, как присоединять окончание «ing» к словам действия, то есть к словам-глаголам. Давайте посмотрим. Слово «rein». Что значит слово «rein» как глагол? Как действие, как мы переведём на русский язык? «Rain». «Идёт дождь». «Идёт дождь». Сейчас мы с вами скажем «raining». Мы просто добавили окончание «ing». Здесь ничего сложного. Во втором слове. Богдан. «Snowing». Верно. Это значит «идёт снег». «Идёт снег». Третье, Аня Тухалова. Третье, «speak». «Speak». «Speaking» получится, да? Мы просто добавим с тобой «ing» сюда, и получится «speaking». Верно. «Speaking» что значит, ребят? «Speak». Что это за слово такое «speak»? «Говорить», «разговаривать». Например, «I can speak English». То есть я могу говорить по-английски, да? «Speaking» – «говорю сейчас». Следующее слово, четвёртое, Лера. «Play», «играть», «play». «Играю сейчас», да? «Playing». Мы просто здесь добавляем с вами «ing». И ничего не убираем, ничего не добавляем. Что означает «ing»? «Инговое окончание» показывает нам время. Время – то, что сейчас, именно в данную минуту происходит. Понятно, ребята? Как бы оно подчёркивает, вот это «ing» подчёркивает само действие, то, что оно такое длительное, что оно происходит прямо сейчас, оказывается в своём процессе, да? Так, Нелли, пожалуйста, пятое. «Listen». Произносится, ребята, смотрите, это слово «listen» можно как без «t» произносить, можно и с «t» произносить, да? Но чаще говорят без «t», просто «listen». «Listen» значит «слушать». «Слушаю» будет «listening». Верно, «listening» получится, верно, «listening». Марта, «jump». Марта, «jump». Марта, не видно, так. Тимур, «jump». «Jumping». «Jumping», верно. «Draw», рада. «Draw». «Синглом окончания» будет звучать как? «Drawing». «Drawing», молодец, да? «Sing», ботон. «Singl» мы окончанием как будет звучать? «Sing». «Singing». «Singing», верно. «Singing», хорошо. «Sleep», Марта, слышишь нас? Где ты там бегаешь? «Sleep». «Sing». Ребята, ну давайте все вместе. «Sleep». «Sleeping». «Eat». «Sleeping». «Eating». Что мы заметили? Когда мы как всем этим словам добавляли окончание «ing», то мы просто его добавляли. Ничего не убирали, ничего не меняли. Но есть пару правил, которые надо знать. Не все слова такие, вот как эти, да, в котором просто надо добавить «ing», есть еще и хитрые слова. Например, посмотрите в рамочке. Слово «Rang» мы знаем? «Run». 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 «Begать» значит. «Run» значит «бегать». Но когда мы хотим сказать «бегаю», «бегаешь», нам надо «ing» добавить. Но перед тем, как добавить «ing», смотрите, добавляем еще одну «n» на конце. Видим? «Run» плюс «n» и плюс «ing». И получилось у нас «running» с двумя «n». Видим? Видим. «Running». Теперь посмотрите дальше на слово «swim». Что с ним происходит? То же самое, удваивается. «Wim» – «em». «Swimming» получилось, так? Посмотрите еще на третье слово «sit». Что с ним стало? Тоже удвоилось. Согласная, так? Посмотрите на эти слова и скажите мне, почему они удваиваются, ребята? Почему же они удваиваются? Кто раскроет нам секрет? Вера, попробуй. Двойный глагол. Ну, они все глаголы. «Run», «swim», «sit» – они все глаголы. Прислушайтесь к звукам, произнесите их еще раз. «Run», «swim», «sit», «stit». Что вы услышали? Слова длинные и короткие? «Sit». Рады, слова длинные или короткие здесь все? Короткие. Короткие, так. Слогов здесь сколько? Один. Один, в каждом слове один слог. Так. Гласная здесь ударная или безударная? Ну, если она одна единственная, ребята, то она, конечно, ударная буква. То есть ударение вы будете именно на эти буквы произносить, да? Посмотрите, вот последняя буква, согласная. Она стоит сразу после ударной буквы, да? После ударной гласной. Так, ребята, кто опять балуется? Богдан, я так подозреваю, что это ты. «Run», посмотрите. Согласная стоит сразу после ударной буквы, а это значит, что она будет удваиваться. Посмотрите, здесь удвоилось в слове running, в слове swimming удвоилось и в слове sitting она удвоилась. Понятно, ребята? Обычно в кратких словах последняя согласная удваивается, но только если перед ней стоит ударная гласная. А если она будет безударная, будем удваивать. Нет, не будем, ребята. Ну что ж, дальше мы с вами это проверим, еще потренируем. Теперь смотрите, второе правило. Второе правило легкое. Если у вас глагол заканчивается, нанимую буквку и вот она, да, то ее обычно мы что делаем? Убираем. Просто убираем, вот и все. Все убрали, здесь убрали, тут убрали и добавили in. Получилось dancing, making, riding и skating. Ну что ж, давайте проверим упражнение номер два. Добавь окончание in к этим глаголам. Вы мне просто говорите, будет удваиваться или не будет. Убираем нему и или не убираем. Понятно, ребят? Так, run, running уже за нас сделали, понятно. Удвоилось in, так? Дальше, rain. Просто добавим in или будем что-то удваивать или убирать? Просто добавим in. Верно, просто добавим in, все верно. В слове listen. 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 Listening. Listening. Что мы сделаем? Будем удваивать последнюю букву или убирать? Нет, ничего делать мы не будем. Просто добавляем in. Понятно? Посмотрите, это слово длинное из двух слогов. И, кстати, удаление будет на первом слоге, а вот эта буква без удаления. Так, дальше. Dance. Что с ним делаем? А, мы убираем in. Убираем in, добавляем in. Верно. Дальше. Swim. 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 Одну M. Дешево одну M. Добавляем, да? Удваиваем вот эту последнюю согласную. У нас получится swimming. Так, хорошо. Snow. Snow. Просто добавим in. Или что-то будем удваивать, может? Или убирать? Я добавлю in. Просто добавим in. Верно, молодцы. Слово make. Творить. Создавать. Make. Making. Делать что-то. Make. Making. И что нам для этого надо сделать? Когда мы добавляем окончание in, что нам надо с этим словом сделать? Или ничего не надо сделать? Ну, убрать и поставить in. Верно. Убрать и поставить in. Правильно. Слово sit. Сидеть. Sit. Надо добавить еще одну K. Верно. Удваиваем последнюю согласную. Правильно. Так, sing. Sing. Слим. Что нам надо сделать? Просто добавить in. Просто добавить in. Верно. Skate. Skate. Убрать in. Убрать in и поставить in. Молодцы. Убрать и поставить in. И у нас получится с вами skating. Все верно. Хорошо. Так. Идем дальше. Так, ну здесь понятно, что действие происходит прямо сейчас, когда мы с вами говорим, например, I am skiing. Что это значит? А куда нажимаешь? I am skiing. I am skiing. Давайте я чуть-чуть увеличу. А, вот все. I am skiing. Что это значит, ребята? Ski. Слово ski значит кататься на лыжах. Skiing. Катаюсь на лыжах. В данный момент, да? I am skiing. He is playing. They are dancing. They are dancing. То есть это все действия, которые происходят прямо сейчас, да? Теперь посмотрели друг на друга и сказали, что вы делаете прямо сейчас, Лера. I am. I am. I am. I am. Ну и любое слово. Не обязательно эти, другие можешь добавить свои. I am. Мы с ними как будет. Как? Что? На уроке. I am. Ага. Teaching. Teaching будет обучать кого-то, но а вы studying, а вы, наоборот, учитесь, да? I am. I am studying. Studying now. То есть я сейчас учусь. Так. Нелли, а ты что делаешь сейчас? I am. Ты говоришь про себя. Да, если ты говоришь про себя, то мы используем M. I am. Так. I am. И любое слово, которое ты знаешь, не обязательно эти, можно новые. Так. I am. Я тоже хотела учусь. Можно сказать говорю. Говорить будет. Давайте-ка я подпишу. Говорить. Сейчас я подпишу, так. Speaking. Speaking, да? I am speaking now. Я сейчас разговариваю. Говорю, верно. I am speaking now. Так. Бато, what are you doing now? I am. I am. I am. I am. Что я сейчас делаю? Так, готово. Я сижу. Ну, давай скажи. I am. Sit and. Верно. I am sitting. Все верно. I am sitting now. Я сейчас сижу. Хорошо. Так. Идем с вами дальше. Я все это стерусу написала. Дополни предложение словом M, is или are. Устно переведи на русский язык. То есть, быстренько читаем предложение. Вставляем помощник. Везде пропущен помощник. Вы должны догадаться, какой. Так, Марта, давай начнем с тебя. Первое предложение. В учебнике этого нет. Можешь налистать. Смотри в экран. Riding bikes. Ребят, забыли? Слово riding читается, да? Посмотрите, здесь немую и убрали, да? И добавили окончание in. Но все равно остается читать как riding. Riding bikes. Ты выбрала is, правильно? Марта. Это ты выбрала is или кто-то другой? Марта. Куда пропала? Марта. Папа. Никого не слышала. Так, Марта. Марта, включи микрофончик. Хорошо. Все, у меня все слышно. Is, am или are. Какой ты выбрала? У меня только что отнесли. Как будто бы. Да, Богдан, мы поняли. Марта. Что? Ты is выбрала, am или are. Какой помощник? Это много, значит, brothers. Да, видишь, смотри, если brothers, то много, значит, помощник здесь должен стоять. Какой? Are. Are. Здесь будет are, верно. Так, второе. Рада, давай. Тоби. 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 Чего-то там. Am playing. Is playing. Или am playing. Рада, я тебя не слышу, отзовись. Смотрите в экран, учебники нет, да? Тоби с Фрэнз, чьи друзья? Друзья кого? Тоби, да, друзья Тоби играют в саду. Are playing, is playing или am playing, как будет? Посмотрите, слово Фрэнз мы можем заменить на местоимение they, да? Они, их много, они. А они у нас, they, с каким помощником дружат? Are, значит, здесь должен стоять are. Тоби с Фрэнз, are playing in the garden. Друзья Тоби играют, are playing in the garden. Так, третье. Тимур, пожалуйста, третье. Тебе видно, Тимур? Да, are, dog. Are, dog. Dog. Это значит один, dog. Тимур, Тимур, Тимур отвечает. Swimming in the garden. River, читайте, да? Она одна, значит. River. Батон, не подсказывай. Are, dog is swimming? Is. Is, да? Is выбрали. Is. Все верно. Our dog is swimming in the river. Все правильно. Наша собака плавает в реке. Собака одна, значит, is. Хорошо. Четвертое нам... Богдан, пожалуйста. Четвертое? Да. Look, the monkey is climbing the tree. Tree. Look, the monkey, ты выбрал is. He is climbing the tree. Так, ну что ж, ребята, the monkey, один, много их? Манки здесь одна, значит, is. Все верно. Так, дальше. Аня, пятое. Look your cat. Так. Eating, читается. Eating. And I sleep. Мне кажется, is. Китчен. Верно, правильно думаешь, потому что кет здесь один, да? Дальше. Кого я еще не слышала? Нелли, пожалуйста, шестое. Китчен. The bats flying in the kitchen. Китчен, это кухня, да? Летучие мыши летают на кухне. The bats is flying. Are flying. Какой ты выберешь помощник? Are. Are. Правильно. Почему ты выбрала are? Потому что их много. Много. Все верно. Так. Дараева, Одиса. Теперь твоя очередь, седьмой. It is now with. Правильно. Почему ты выбрала is? Потому что здесь стоит имение. It. It. А, it дружит только с is. Верно. Так, кого я еще пропустила, ребят? Лера, пожалуйста. Сидит, отмалчивается. Так, Лера. Восьмое. Riding a horse. Катаясь на лошадке. Какой ты выбрала помощник? Катаясь на лошадке. M. M. Правильно, потому что здесь стоит. А, и первое лицо. Все верно, молодцы. Хорошо. Все правильно сделали. Ну, а теперь мне интересно, как вы сделали свои чекпоинты. Открываем учебники. Страница 72, 73. Какие чекпоинты? Чекпоинты. Какие чекпоинты? Какие обыкновения? Я задавала домашнее задание сделать чекпоинт, но фотографию вы меня проверили. А, ну да, понятно, я сделала. Давайте проверим. Упражнение номер один. Новые слова. Number. Что значит number? Пронумеруй. Да, вот они, картиночки, на бумажной буковке там поставить. Под цифрой ноль уже за нас сделали. Выражение. It's hot сюда поставили, да? Под буковкой A. Рада, вторая картинка. Под цифрой один. Какая буква должна стоять? Остальные не подсказывают, Рада. Так, Рада. Какая здесь погода? What's the weather is here? What's the weather is here? It's raining. Рада. It's raining. Какую погоду выбрала название? It's hot, it's cold, it's sunny, it's raining или it's snowing. Рада, какая здесь погода? Посмотри, он зонтиком, вот дождик капает. По цифре два, потом, какая погода здесь? What's the weather is here? What's the weather? Could you tell me? It's snowing. Так, Тимур, number three? It's cold. It's cold, yes, you're right. Number four, Аня. Аня. It's, какая погода? It's sunny, yes, you're right. Так, идем дальше. Exercise number two. А вот здесь, а вот здесь, в том упражнении, вы должны были дополнить слова. Ну что ж, давайте spell, произнести слова по буквам. Так, первое слово нам, спеллингом будет заниматься Богдан. Пожалуйста, please, spell the word весна. Спеллинг. То есть по буквам назовите мне все слово. Тогда первое слово. Спеллинг. Спеллинг. Так, все было правильно. Ребята, кто слышал? Богдан, давай еще раз, четко, ясно. Первая буква. Си. Нет, не си. С. 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 Пи. Пи. Р. Р читается, да? Р. Пи. Ай. Ай. Н. 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 Г. 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 Ребята, мы здесь произносим по буквам. Буквы мы произносим так, как они читаются в алфавите. Понятно, ребят? Это называется спеллинг. То есть называние слов по буквам по отдельности. Это будет вам полезно, потому что если вы поедете в другую страну и вам скажут, please, what is your name? Вы скажете свое имя, они такие, what? I'm sorry. Spell it, please. Извините, я не поняла, как пишется ваше имя. Пожалуйста, по буквам назовите. Вот вы будете так говорить. Например, Адиса, да? Как ты скажешь свое имя? Какое? По буквам свое имя назови. Вот, допустим, сотруднику аэропорта. Он не понял, как тебя зовут и не знает, как правильно имя сказать. Ты скажешь, ну, по буквам свое имя. Адиса, ты здесь одна, Гунцу, я не вижу. А, my name is T-I-S-I-O. Эй, да? Вот так он по буквам и запишет твое имя. Понятно, зачем нужен спеллинг? Понятно. Понятно. Окей, дальше. Второе слово, о, первое, извините, под цифрой один слово нам проспеллингует. Марта Дорофеева, please, погромче только. Как пишется слово какое? Лето. Марта, ты нас слышишь? Лето, лето. Мое нелюбимое время года. Так, я не поняла, слышит нас Марта или нет? Тогда Аня, пожалуйста. Аня, спелл the word лето. Закамару... У-у-у-у... С... Какая следующая буква? Аня, какая вторая буква? Какая буква-то называется? Почему У-то, ребята? Это же... Как вы помните эту букву? Ю, конечно. С, Ю. Дальше Аня. М. Погромче, посмелее. Еще одна M. Так, дальше. E. 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 R. Верно. Окей, good. Так, следующее слово нам проспилингует. Тимур, пожалуйста. По буквам слово назвать. Каждую букву отдельно произнести. Тимур. Осень. Тимур. Погромче. А, мы здесь сохранились, понятно. Вот как шелка понят. А. Тимур. Эй. Эй. Дальше. Эй. Какая вторая буква, Тимур? Тимур. Уже осталось, наверное, три минутки. Ну, почти. Богдан, давай ты. Тут Тимур долго очень. Или я его не слышу, может быть. Давай, Богдан, помогай. А, Ю, Ти, Ю, М, Н. Н. Вот так-то. Все верно. Так, ну и последнее слово. О, я еще не слышала. Марта, я тебя услышу или нет, в конце концов? Давай. Давай, последнее слово по буквам, назови. Y. I. N. E. E. R, да? Вот, мне интересно, как ты первую букву еще раз назвала? Y. Почему это букву Y? Это же W. Это же W, да. Да, Марта. W-I-N-T-E-R. Все верно. Понятно, что такое спеллинг и зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы понять, как конкретно пишется слово прям по буквам. Вот, допустим, Вася. Меня зовут Вася. И ты скажешь, как тебя зовут? Он будет говорить, первая буква В, вторая А, третья С и четвертая Я, да? То есть, чтобы человек конкретно понял, как писать букву. То же самое мы с вами только что этим и занимались, да? Третья, грамматика. Здесь вам нужно расставить по местам слова. Надеюсь, у всех получилось. Так что, Нелли, давай начинаем с тебя. Первое предложение быстренько, пока у нас не отключилось. Так, it's raining today. Верно. It's raining today. Все правильно. Так, второй батон. Так. Так, как это можно... Сначала кто, что делает, и потом уже все остальное. Давай сначала определимся, кто действует. Что делает конкретно? Рестует. Ну, she's drawing. И уже что в конце? A picture. A picture. Вот так-то. Так, третья, Аня. He's reading a book. У тебя получилось. He's reading a book. То есть, два раза A. A может стоять только перед существительным. A is reading a book. Вот именно. He's reading a book. Верно. Четвертая, Одиса. We're playing football. We're playing football. Great. Так, и пятая. Пятая, пятая. Лера. They're singing. They're singing. Ну, как бы выбирать не из чего, да? They're singing. Верно. Так. А в четвертом вы должны были выбрать правильный вариант, да? В нулевом выбрали за вас. Singing. Так, первая рада. Tom and I. Какой помощник? M или R? Tom and I. Are going to the sea. Ребята, на I. Не смотрите здесь, да? Tom and I. Это значит мы же. Это уже много, правильно? Tom и я. Это по-другому мы. Мы что делаем? Are going to the sea. И мы идем или едем на море. Здесь надо выбрать are. Так, во втором. Марта, что ты выбрала? She looking at our garden. She is looking at our garden. Все верно. She is. Дальше. Третья. Третья. Тебя, двадцать все вместе. Harry. Is playing. Верно. Is playing. Четвертая. Look at it. Is snow или is snowing? Is snowing. Конечно, с инговым окончанием. Верно. И последняя, пятая. We are flying или we is flying? We are. Are, конечно, потому что здесь вместоимение we. We are flying. Верно. Так, у нас осталось ровно одна минута. Успеем проверить? Здесь вы должны были прочитать, да, вот этот текст и слова вот эти все расставить. Ну, давайте. Кто там playing football? Имя, чье здесь должно стоять? Sam. Sam уже стоит. Frank. Frank. Frank, правильно. Вот это кто здесь? Drawing a picture. Кто? Who is drawing a picture? Это Kelly. Kelly is drawing the picture. Так? Who is singing? Кто поет? Tina. Tina. Tina is singing, yes. Who is playing with the dog? Jim. Jim, Jim, верно. И последнее. What is the name of the dog? Спайк, 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 спайк. Ну, это вообще легче, 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 это задание, как будто для первого класса, да? Но вся сложность в том, чтобы понять, кто что делает. Здесь я пойму, как хорошо выучили слова. Ну, все, ребята, на этом наш урок заканчивается. Домашних заданий нет. Остатки старого домашнего вы мне отправляете. Кто не сделал. Понятно? Все. Bye-bye. Ого. Bye-bye. 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 See you next time. Bye-bye. До свидания.